Ну что, друзья, все мы замерли в ожидании. Я не буду долго вам показывать телевизионную программу. Она уже началась по поводу парада Бакингем Палас. Вот, пожалуйста. Это показывает 23-й год. Сегодня в 10.30 по каналу BBC One мы будем смотреть этот парад. Сейчас я вам его на английском покажу. Вот он. Grouping the Color. 24-й, 15-го июня в 10.30 начало. И мы все заинтригованы, конечно же, ждём, появится ли принцесса Кэтрин на балконе. Все уже тоже знают и все в ожидании, то принцесса Кэтрин должна была появиться. У меня здесь все программы. Как говорится, рука на пульсе. Буду смотреть. Сейчас ещё только 9 часов по времени лондонскому. По телевизору, как обычно, показывают все эти предварительные там приготовления. И я хочу тоже вам сказать, я специально для вас немножко поподробнее узнала, как это всё будет проходить. И можно покупать билеты. Так вот, билеты можно покупать онлайн. Это будет в Лондоне мероприятие проходить. Ну и здесь написано прямая трансляция. Из центра Лондона, как ирландские гвардейцы выступают на знаменитом параде. Честь празднования Trooping the Colour. Или день рождения монарха. Официальный день рождения монарха всегда празднуется в начале июня. Это уже так заведено давным-давно. И королева Елизавета II тоже праздновала своё день рождения в этот же самый день, 15 июня. Объясняю для тех, кто, может быть, не в курсе. Так вот, сколько стоит билет? Я узнала, можно купить билет онлайн, посетить это мероприятие. Билет недорогой. Стоит от 5 до 15 фунтов на одно какое-то посещение мероприятия. И потом от 15 до 30, по-моему, в 2 включает. И ещё вы можете пройти туда ближе к Букингемскому дворцу и посмотреть, кто же выйдет на балкон поприветствовать публику королевской семьи. Как это всё выглядит вообще-то, я не очень в курсе, потому что я не была ни разу, честно говоря, на этом мероприятии. Я всегда смотрела благополучно по программе. Вот BBC One сегодня будет прямая трансляция. К сожалению, я показать вам эту прямую трансляцию не смогу при всём желании. Мне бы было очень легко для вас это сделать, друзья, но у меня заблокируют сразу же это видео. Я уже однажды делала вам прямую трансляцию с похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Очень было интересное, зрелищное такое мероприятие, много всяких таких нюансов интересных. Я с удовольствием вам объясняла, снимала очень долго, почти целый час, а потом мне запретили показывать это видео. Ну, понимаете, да? Авторские права нарушаются канала BBC One. Так вот, интрига, конечно же, сохраняется. А будет ли принцесса Кэтрин на балконе? Будут ли на балконе её дети? Все мы ждём, потому что эту интригу накрутили очень сильно. Вчера в интернете, да и вообще в газетах, по-моему, даже это всё промелькнуло. Якобы официально сообщили, что в Инстаграме на страничке Кэйт она сама написала, что она благодарит всех. Она не ожидала, что вот столько много беспокоится людей о её здоровье. Поблагодарила всех. И она сказала, что она обязательно придёт завтра на мероприятие на балкон Букингемского дворца. Потом ещё дальше стали более такие, знаете, вездесущие журналисты это всё узнавать. И выяснили, что это было сделано специально. Вот этот опять вброс такой, чтобы более заинтриговать публику, чтобы больше людей пришло на просмотр. Потому что уже стали люди интерес терять к этому мероприятию. Хотя раньше там миллионы и миллионы зрителей лондонцев приходили, да и приезжали со всей Англией люди посмотреть. Ну и потом всё-таки деньги какие-никакие, понимаете? Если несколько миллионов заплатят 10 фунтов, то это будет 10 миллионов, да? А может быть даже и больше. Иногда это очень хорошие деньги. И это, по-моему, королевская семья берёт себе. В общем, мы ждём. И я вам сразу же расскажу и покажу. Ну, наверное, многие, кто интересуется, сами тоже это всё увидят. Те, кто живёт в Лондоне, сразу увидят. А те, кто живёт в других странах, возможно, дождутся моего видео по этому поводу. Ждём-ждём. Интрига сохраняется. Информация, как говорится, вам прямо свежайшая. С пылу, с жару и с самой Англии. Надеюсь, что это вам понравится. Очень надеюсь, друзья. Но всегда кому-то не угодить. Погода чисто английская сегодня, 15 июня. Льёт дождь у нас. Вот ждём, может быть, немножко разъяснится к 10 часам. Потому что бедные, несчастные, те зрители, которые пришли, обычно приходят заранее. Все там рассаживаются, места занимают получше, чтобы видно было. Смотрят, как прибывают все эти royal family, королевское семейство в том числе. Ну и потом ирландские королевские гвардейцы там уже стоят. Приготовились к параду. Лошадки тоже. Всё это, если будет мокнуть под дождём. А вы понимаете, эти шапки у них огромные, медвежьи на головах. Они же, когда долго идёт дождь, они, по-моему, там все напитываются этой влагой. И тяжелющее становится, просто невыносимо. Ну вот так, друзья.